Приветствую вас, друзья! Приветствую вас снова на нашем канале. С вами снова Антон и ваша любимая акваферма. И сейчас я не зря нахожусь на этой локации. Сегодня мы будем рассказывать о том, как мы строим новое здание для фермы УЗВ Подоситра. Смотрим! Друзья, сейчас приближается декабрь месяц, на улице уже холодновато. Подошло время рассказать вам о нашей второй ферме, про которую я много раз говорил. Построена она у нас также в деревне Тяглина, не легла от нашей первой фермы. Имеет площадь уже 500 с лишним квадратов. Этот участок, он на порядок больше. Два гектара земли, на которых сейчас вот это первое здание в очереди. Оно имеет совершенно другой технический подход к стенам, к фундаменту. То есть вот именно об этом я сейчас буду подробно рассказывать в этом видео. Теперь давайте разберем подробнее конструктив этого здания. Итак, ну прежде всего, да, начнем по порядку. Любое здание, оно начинается с подготовки строительной площадки. Сейчас на ваших кадрах вы видите, как выглядела подготовка. То есть мы выровняли поверхность, площадь, да, под будущую застройку. После чего мы произвели засыпку песком. Соответственно, всей этой площади. Подняли этот песок на высоту примерно около 50 сантиметров. По периметру мы произвели фундаментные работы, которые были представлены фундаментом, выполненным из винтовых свай. Это железные сваи, 108 диаметр, всем хорошо знакомы. Почему именно на них мы решили остановиться? Почему фундамент это именно винтовые сваи? Ну, ответ достаточно простой. Прежде всего, это, конечно, цена. То есть, грубо говоря, на здание больше, чем в 500 квадратов уходит в общей сложности не так много свай. Пролет делается 2,5 метра между сваями. Это с большим запасом. Делаются они исключительно по периметру. То есть, по соотношению цены и сравнению с другими вариантами фундаментов, это действительно самый такой недорогой вариант. При этом он замечательно вяжется с остальной конструктивной особенностью этого здания. Поэтому остановились именно на винтовых сваях. Плюс еще есть такой немаловажный момент. Если мы делаем фундамент из винтовых свай, то это считается временный фундамент. Другими словами, под такие постройки не требуется разрешение, потому что, согласно законодательству, временные сооружения не требуют разрешения для их постройки. То есть, мы, соответственно, по фундаменту уже выходим из этого поля, когда мы делаем капитальный фундамент. После того, как по периметру у нас смонтированы все винтовые сваи, мы монтируем швеллером обвязку вокруг них. После чего непосредственно этот швеллер мы уже устанавливаем металлокаркас. Теперь по фундаменту, думаю, достаточно понятно все, что касается металлокаркаса. Итак, металлокаркас. Металлокаркас выполнен из металлической профтрубы, которая по проекту сваривается определенным образом, затем обрабатывается грунтовкой для того, чтобы, как мы знаем, влажность будет высокая, чтобы у нас все это дело не ржавело. Вообще, производитель грунтовки утверждает, что без проблем будет держать влажность. Посмотрим, как себя поведет при эксплуатации, когда здесь у нас будут жить наши питомцы. Надеемся, что все будет хорошо и никакой ржавчины не будет. Опять отошел от темы. Значит, металла на все это здание ушло около 13 тонн. То есть, вот металлоконструкции, вы можете так себе так прикинуть, металлоконструкции, если делать по похожему варианту, уйдет в общей сложности по металлу где-то около 13 тонн. Металл приваривается к швеллеру непосредственно. Напомню, а швеллер обвязывает у нас, соответственно, все сваи по периметру. На картинке вы, в принципе, это дело видели. После чего мы обвязываем сечением меньшим профтрубой, обвязываем наши стойки. По проекту делаем, соответственно, наши фермы. Вы сейчас вот видите, да, как она выглядит здесь. То есть, она рассчитана специальным образом, чтобы выдерживать там с большим запасом эту снеговую нагрузку. После этого привариваются прожилины. И, собственно, вот так вот и выглядит весь металлокаркас. В чем преимущество этого подхода, да, опять же? Ну, во-первых, металлокаркас является съемным, да, то есть, опять, это не капитальное здание. То есть, то, что построено, оно выкручивается из земли. И, соответственно, металл это тоже замечательно разбирается. Пусть не так замечательно, как там какие-нибудь легковесные там конструкции из аналоговых материалов, да, есть такие быстроразборные именно ангары, да, это не тот, конечно, вариант. Но все-таки это демонтируется. Значит, мы решаем сразу вопрос силового каркаса всего нашего здания. Что касается цены на металл, все знают, что в нашей стране металл стоит сейчас за тонну в районе там 45 тысяч рублей. Это мы говорим о металле именно в изделиях, да, это вот про право в трубу говорим, да. Ну, может там подороже, там плюс-минус от региона, от того, что это, соответственно, за деталь. Значит, и среднерыночная цена на изготовление металлоконструкции примерно удваивает эту цифру. То есть ориентировочно металлоконструкции в тоннах стоят в районе там, ну, до 100 тысяч рублей за одну тонну. То есть там половина цены, это, соответственно, сама стоимость металлопрофтрубы. Вторая половина – это как раз изготовление металлоконструкции. То есть тоже, в принципе, достаточно легко посчитать объемы и необходимые затраты. По металлокаркасу, думаю, что вопросов не должно быть, поэтому перейдем к следующему этапу. Это непосредственно ограждающие конструкции нашей стены. Теперь расскажем поподробнее по поводу сэндвича. Сэндвич выполнен, соответственно, из металла. То есть с двух сторон мы имеем лист металла, а вся сердцевина у нас выполнена из пенопласта. Есть другие аналоговые материалы, которые могут быть здесь представлены. Мы остановились на таком варианте сэндвича, потому что, опять же, да, цена-качество. То есть это наиболее недорогой и наиболее теплый вариант. В конце ролика я, в принципе, подведу калькуляцию, поэтому сейчас, как бы, останавливаться на этом не буду, да, где какие материалы, сколько стоят и сколько вообще, как бы, все это удовольствие, во сколько оно обошлось. Сразу же, пока находимся здесь, расскажу про дверь, то есть, соответственно, секционная дверь. Это тоже у нас представлено сэндвичем. Подъемные ворота – это непосредственно главный въезд в наш цех, поэтому он вот выполнен таким образом, чтобы тоже, соответственно, сохранять тепло внутри цеха. По сэндвичу, что отдельно хочу сказать, он полностью укладывается в общий концепт того, что это временное и разборное здание, да, в случае чего, значит, кроме того, он очень быстро монтируется. И по, если сравнивать этот подход с другими какими-то вариантами, да, технологиями по возведению стен, то это, конечно, получается очень большая экономия на монтаже, потому что монтаж сэндвича вот на такое здание – это, ну, максимум неделя. То есть за неделю вместе с крышей бригада без проблем это все дело обшивает. Как вы понимаете, на 500 квадратов, да, полностью возвести стены и крышу за такой срок, ну, это действительно очень быстро. Стоимость подобного сэндвича на производствах у нас здесь в Северо-Западе начинается примерно от 1200 рублей и заканчивается примерно 1500 рублями за один квадратный метр. То есть можно легко посчитать, да, по площади стен и по площади кровли, во сколько встает у нас заказ именно сэндвичей на производстве под наше здание. Отдельно хочется рассказать про комплектующие, которые идут к сэндвичам, да, то есть это планочки, которыми, соответственно, закрываются у нас все торцы, все углы, да, то есть здесь, соответственно, планки ветровые, планки, соответственно, карнизные, угловые планочки. Кроме того, у нас идут отливы внизу. И дальше, каким образом выполнить отмостку? Ну, мы остановились на варианте, при котором, соответственно, мы отсыпались песочком. Дальше у нас идет проложенный геотекстиль. Сверху обсыпано все щебнем, отсевом, да, поэтому водичка, которая будет просто стекать у нас с крыши, она, попадая на этот щебень, ничего у нас не размывает, не вымывает, а постепенно проходит ниже, попадает в овраг и дальше сливается у нас по этому оврагу за пределы нашей зоны застройки. Соответственно, мы экономим, нам не нужно там продумывать, как раньше, там, заполнительные траты на водосточную систему, на ливневые колодцы, все эти, да, то есть эти все траты, они здесь тоже не нужны. Вот таким вот образом это дело решается, получается значительно экономичнее. Переходим к следующему строительному моменту. Это, конечно, наши полы. Значит, каким образом выполнили это мы? Песок. На этот песок укладывается сетка. А на эту сетку заливается бетон. К этому бетону добавляется специальный полимер, для того, чтобы, соответственно, все это дело было у нас гладенькое и износостойкое. После чего все это дело вертолетом замечательно выравнивается. Получается недорогой пол. При этом это не фундаментная плита, а по своей сути это стяжка. Такая толстенькая бетонная стяжка, на которую непосредственно у нас и будут уже ставиться наши рыбоводные бассейны. Наверняка вы заметили большое количество труб, которые за моей спиной находятся. Все эти трубы перед тем, естественно, как заливается стяжка, монтируются, завариваются. Все эти трубы выполнены из полипропилена. Они сразу монтируются внизу. После чего, соответственно, мы сверху это все присыпаем песочком и заливаем все стяжкой. То есть, все инженерные коммуникации, связанные с трубами, они у нас находятся под стяжкой. Мы этого глазами уже не видим. Пара слов насчет стяжки. Но прежде всего, не забываем, что в стяжке должны быть обязательно сделаны компенсационные швы. Эта вещь сделана для того, чтобы есть такое в строительстве понятие линейное расширение материалов. То есть, в зависимости от температуры, у нас может быть определенный ход от времени года. И поэтому компенсационные швы должны быть. Они заполняются герметиком, прорезаются в нужных местах. Это сделано для того, чтобы мы не получили трещины. И здесь отдельно хочу показать. Сливы ничего хитрого нет. Труба обрезается. И вот это технический слив для того, чтобы в случае, если у нас идут какие-то погрузочные работы, водичка у нас не стояла на бетоне. Ее можно было смахнуть, и она у нас вышла в канализацию. Значит, по денежке тоже несложно посчитать. Если делать самому, сетка встает приблизительно от 50 до 100 рублей за квадрат, в зависимости от региона, от рынка. А дальше это затраты на непосредственно сам бетон, который в зависимости от толщины будут. Тоже, в принципе, кубатуру несложно посчитать. В каждом регионе там немножко цена скачет. И затраты на полимер. Полимеры есть разных производителей. Ну, там ориентировочно это тоже там, ну, грубо говоря, до 50 тысяч рублей затраты на полимер, если мы говорим о стяжке квадратурой там около 500 метров квадратных. Опять же, цена плавы. Не забываем, конечно, про такие моменты для здания, как инженерные моменты. То есть это касается электричества, водоснабжения, которые также проводятся. Но в этом видео я, наверное, касаться их не буду, потому что под это дело мы уже уйдем просто от темы. Здесь я хотел бы именно тезисно объяснить, как выглядит здание. Поэтому вот пол, соответственно, вот полностью наше здание. То есть у нас получается фундамент, подготовка участка, затем монтаж винтовых свай, обвязка швеллером, заказ металлоконструкций, монтаж и приварка металлоконструкций, затем заказ сэндвич-панелей, монтаж сэндвич-панелей, монтаж комплектующих к сэндвич-панелям, а также заливка стяжки пола. Вот весь вот этот объем, который я сейчас перечислил, если делать его в комплектации и в качестве, сравни вот этому, который вы видите за моей спиной, все это дело встает приблизительно до 10 тысяч рублей за квадратный метр. То есть, грубо говоря, вы можете так вот прикинуть, что, опять же, это если заказывать, я говорю, да, вот если это заказывать, то есть 10 тысяч рублей за квадратный метр, вот такое здание, полностью, да, уже с полом, в поле поставленное, умножаете квадратуру на 10 тысяч рублей. Как вы понимаете, это не такие, не такие большие деньги за здание подобного качества, да. В нашем случае, для тех, кто на моем канале уже давно, знают люди, что мы связаны с загородным домостроением, мы имеем тесные взаимоотношения с компанией, которая здесь, в Ленинградской области, занимается загородным домостроением, компанией «Русские поместья». То есть, данные, все работы были выполнены ее силами. То есть, когда я сейчас говорю 10 тысяч за квадратный метр, это те деньги, за которые это может сделать именно эта строительная компания. То есть, если мы это заказываем, да, полностью доверяем кому-то сделать, то вот строительная компания «Русские поместья», бенефициаром которым в том числе являюсь и я, может вот это дело выполнить за эти деньги. Если же монтаж производится силами на месте, то при определенном раскладе, конечно, тут еще будет дополнительная экономия. Если человек сам будет заморачиваться, там, делать и заказывать металлоконструкции, найдет где-то бригаду, сам будет там прорабствовать, то, естественно, можно построить здание еще за меньшие деньги. Тут уже каждый будет выбирать, что ему ближе, да, заказать, и чтобы у него не болела голова, или заморочиться, потратить свое время, но при этом, возможно, сэкономить деньги. То есть, я надеюсь, что это видео было полезно. Очень бы хотелось увидеть в комментариях конструктивную критику. Я знаю, что среди моих подписчиков есть много людей, которые сведуют в строительстве, сведуют в технологиях строительных. На ролик наш по недостаткам нашего первого здания, которое мы делали для нашей первой фермы, было очень много, скажем так, таких здравых комментариев по части того, какие моменты являются положительными, какие отрицательные. То есть, вот данный ролик, он тоже, можно сказать, выставляется на такое всеобщее обсуждение. Поэтому, если есть какие-то замечания к конструктивным моментам, или, может быть, кто-то считает, что, скажем так, какие-то сравнения, да, я привел недостаточно верно, пишите все это дело в комментариях. С радостью пообщаемся, все это дело примем к сведению. Ну вот на данный момент я и моя команда считаем, что вот такой подход к строительству здания, он является самым оправданным и с точки зрения цены, и с точки зрения скорости и простоты, и оформления, и с точки зрения своей надежности. Если у кого-то, еще раз повторюсь, есть что добавить, пишите в комментариях. Собственно, это все, что хотел донести в этом видео. До новых встреч, друзья. Всего доброго.